Субтитры делал DimaTorzok 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 Подарки, родственники, надо же всем дарить А банка не хватает, нет возможности Хорошо, на подарки есть деньги На кредит нет денег Отлично Вот этим самым обусловлено тоже все будет Вы сейчас просто сами тебе наговаривший минус от разговора Да пожалуйста, давайте Хорошо Хорошо, я вам говорю, учтите Все законы я вам тоже могу процитируть Но процитируйте какие у вас И сейчас на данный момент А вы можете то, чтобы я вам Но вы же можете мне процитировать. Я говорю, ну цитируйте. А вы мне кто? Я говорю, я в Википедии, что ли, я вам сейчас диктовать. Я говорю, в случае от вашей супруги мы фиксируем официально отказ по погашению кредита. Все разговоры и то, что она не хочет сотрудничать с банком, не общаться, укрывается от банка, она сейчас укрывается. Вы мне сейчас это только что сказали, что она укрывается. Я вам сказал, что она укрывается? Пожалуйста. Я вам сказал все вопросы, все вопросы будут решаться в письменном виде, с банком непосредственно. Пусть почитает кредитный договор, там прописано, что она обязана отвечать на звонки. Да, где там написано, вы что, какой договор? Возьмите, пожалуйста, договор, включите свет и почитайте. Хорошо, хорошо, давайте по-другому, давайте по-другому, по-другому давайте, девушка. Вот вы мне докажите, что вы из банка звоните, как вы мне докажете, что вы звоните из банка? Не собираюсь, докажут вам те, кто уже будут юридически, все подписано, будут приезжать по месту проживания, фактическому нахождению. Кто будет приезжать ко мне? Кто будет ко мне приезжать? Вам с тобой это не смешно? Вам с тобой это не смешно? Вы 50% будете оплачивать как супруг 45 статьи Семейного кодекса. А что там написано в 45 статье? Давайте разберемся в 45 статье. Да что вы говорите-то без передыху-то? Я вам кто? Я не пойму, бесплатно юристу ли разбирать с вами статьи? Нет, ну если вы меня в статье или какими-то упрекаете и пугаете какими-то статьями, вы будьте добры, объясните, что я нарушил-то тогда. Я не собираюсь, я еще раз разговариваю, вам все объяснять. А что вы мне какие-то цифры-то говорите? Если вы не знаете незнание закона, от ответственности нет. Но вы мне объясните, я может быть узнаю и пойду, и я плачу. Вы мне объясните? Ваши проблемы идите, сидите, учите, купите книжку, у вас денег много на подарки. Купите книжку и почитайте. Я объясняю, ничего не собираюсь. В РЖД супруга ваша работает по сей день или нет? Так вот, я вам еще раз говорю. Вы говорите, я могу, вы можете нам звонить на телефон сотрудника банка. Вот мне докажите сначала, вы мне докажите, что вы сотрудник банка. Я буду почему-то какую-то тетеньке рассказывать, где и кто работает и чем занимается, блин. Я вас не знаю, а вдруг вы какая-нибудь мошенница или еще кто-нибудь. Пытайтесь узнать информацию обо мне и о моей супруге. Хорошо, я сейчас железные дороги на вас обоих, на вас и на вашу супругу. Будут вам уведомление высылать, на каком основании вы получаете доходы оба и не платите кредит. Официальный отказ я зафиксировал, вы предупреждены, разговор еще раз вам напомните, записано. Про третьи лица тоже. Все, все, нечего больше сказать, да? Надеюсь, что в инфекционном доме 49 вместо прописки вашей супруги, в которую уже будут, скорее всего, выездные мероприятия, назначаются. За вас пришло, блин, вас слушают, вы как клоун, ну конечно, блин. Документы закончились у вас? Все, тогда дополнительные телефоны. А как я еще буду поговорить непонятно с кем, блин? С клоунами вообще, блин. Слышите каждый день, звоните, блин, и какую-то ересь говорите, блин. Вообще, блин, выездные группы какие-то придумали. Ну, давайте мы посмотрим потом про ересь, ладно? Вы вообще кто, блин? Как вы посмеетесь потом, ладно? Да давайте, а как вы проверите? Никак не проверите, вы никак не узнаете, потому что никто, когда не приедет, никто ничего не сделает. Посмотрим, как вы будете смеяться, я вам сказала, и у вас будет ставить запрет на кредитование, я лично позабочусь об этом. Да, вы лично позабочусь об этом. Да, и что вы будете? За мной ходить будете в банке? 15 лет кредит вы нигде не возьмете. Нет, я просто информацию в Бюро кредитных историй направлю о вашей семье. 15 лет кредитоваться на банках этих дней нет. Отдохну вас в кредитах. До свидания, прошу, до свидания. Здравствуйте, друзья, это Кузнецов Дмитрий. Позвольте прокомментировать этот ролик. Ну, я сразу, если вот слышу с первых слов «Восточный экспресс», то я понимаю, что будет кураж, будет баталия некая. И главное, чтобы был собеседник, автор, нормальный, не боялся и был, как говорится, оружие или хотя бы примерно понимал ситуацию. Вот в нашем конкретном случае так и получилось. Дело в том, что «Восточный экспресс» — это вот действительно сборище недоумков, еще и наглых недоумков, которые говорят, сами не понимают, что говорят. И потом еще всеми правдами и неправдами пытаются съехать, чтобы не доказывать свои вот эти вот аргументы, недохлые. Давайте вместо этой дамочки про статью 45 вместе с вами обращение взыскания на имущество супругов. Статья 45. 1. По обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество этого супруга. 2. При недостаточности этого имущества кредитор вправе требовать выдела доли супруга-должника, которая причиталась бы супругу-должнику при разделе имущества супругов для обращения на нее взыскания. 3. Прокомментирую. То есть это в случае, если, предположим, что будет какой-то брачный договор, который сейчас модно заключать, и уже в результате вот этих судебных разбирательств, судебных разбирательств, ни в коем случае не в процессе досудебных вот этих мероприятий, еще раз повторю, подчеркну, поставлю акцент, в результате судебных разбирательств будет по каким-то невероятным причинам судью вынесено обременение на вот эту часть имущества. 4. Дальше, читаем, взыскание обращения на имущество супругов по общим обязательствам, по общим обязательствам, то есть когда супруг и супруга со-заемщики. Такое бывает, что банк дает кредит и ставит в условие, допустим, либо поручителем, либо со-заемщиком сделать супруга, да, ну чаще это бывает там в случае ипотеки и так далее. А также по обязательствам одного из супругов, если судом установлено, что все полученное по обязательствам одним из супругов было использовано на нужды семьи, то есть если судом будет установлено, что люди взяли кредит и на эти 100 тысяч купили общее имущество, как это установить, ну, одному Богу известно, наверняка невероятное какое-то следственное мероприятие нужно провести, чтобы установить, допустим, на 100 тысяч или даже на миллион они пошли и купили что-то вместе. И где-то это должно зафиксировано быть, то есть даже если они это сделали, где это можно увидеть, на какие деньги это было приобретено, на чьи точнее деньги, и как это понять, что это было приобретено на деньги в кредит. Тоже это доказывать еще нужно кому-то, то есть еще раз повторю, какие-то следственные мероприятия проводить, а банк этим заниматься не будет, у них просто физически нет для этого опытных сотрудников. Поэтому эта статья неприменима в формате гражданских обязательств. И здесь они рассчитывают только на тот самый заголовок. А заголовок звучит так. Статья 45. Обращение взыскания на имущество супругов. Ну и даже тут не надо углубляться, тут просто первая строчка. По обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество этого супруга. Понимаете? А здесь вот полный такой откровенный блеф. Ну, что еще? И в принципе я всегда призываю людей, которых пугают статьями, не пугаться. Интернет сейчас есть у всех. Загуглить, либо в Яндексе, что угодно, и почитать, вникнуть. Только после этого, если вы найдете поводы для паники, паниковать. Но вы не найдете поводы для паники, если у вас голова на плечах. Вот так вот. Ну что? Подписывайтесь на наш канал. Кому понравилось, ставьте лайки. В описании ролика есть информация, которая может быть пригодится тем, кто хочет встать под юридическую защиту, воспользоваться услугами юристов компании Аля. Мы оказываем такие услуги. В ролике, простите, в описании есть ссылка на наш сайт. И там выложено видео, как мы работаем, что мы для вас можем сделать, сколько это будет стоить. Посмотрите. Ну и ссылочка на нашу группу ВКонтакте также есть. Там все ролики дублируются. Пожалуйста, вступайте в группу ВКонтакте, если вам это интересно. На связи был Кузнецов Дмитрий. Центр юридической защиты. Компания Аля. До свидания. Кузнецов Дмитрий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова